Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмири, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы с вами будем кушать Клаб Сэндвич, который я очень люблю, я все люблю, лишь бы было что-то покушать. И еще здесь картошка фри маминого приготовления, ссылочку я оставлю вам в инфобоксе, вы можете заглянуть и тоже приготовить. В прошлый раз, когда я снимала Мукбанг, я вроде сказала, что у меня мама готовит просто замечательную картошку фри. И мне подписчики прямо там сказали, что где рецепт, где рецепт, ты че? Тогда мы не снимали, но в этот раз снимали. Господи, упала одна. Клаб Сэндвич у нас покупной, вот так вот он выглядит. Начнем с этой стороны, чтобы было видно картошечку. Вот так вот выглядит Клаб Сэндвич. Здесь сверху маслина. В принципе, мама мне сказала, что мы спокойно можем и дома приготовить, ничего сложного нету. Может, даже заснимем вам. Зачем покупать? Просто, знаете, времени не было снимать для вас целое видео, поэтому я решила заказать. Не заморачиваться, и у мамы были свои дела по дому, и у меня были какие-то свои дела. Этот Клаб Сэндвич уже три дня мне снится. Когда я работала в другой строительной компании, там прям рядом около работы была доставка. И прикиньте, два Клаб Сэндвича, у них стоило четыре моната. Причем очень вкусных. Так классно запакованы приносили. Я думала, четыре моната за два Клаб Сэндвича. Ребята, вы прикалываетесь просто. Было достаточно вкусно. Мы с подругой всегда заказывали и кушали на работе. Просто я любитель фастфуда. У меня одного Клаб Сэндвича всегда было мало. А вот два в самый раз. Как же это вкусно. У меня возникла идея, которую я взяла из комментариев. В комментариях одна девочка мне написала, что было бы круто, если бы ты сняла мукбанг одного цвета. То есть все продукты на столе у нас будут одного цвета. Я выбрала зеленый цвет. И здесь не зависит от того, что сладкий мукбанг или это будет что-то соленое. То есть я иду в супермаркет и тупо ищу все, что есть зеленого цвета. Покупаю, ставлю перед собой и все иду кушаю. Мне кажется, будет интересно. И знаете, что-то новенькое. То, чего у меня не было. Ммм. Постараюсь прям завтра все это организовать, снять для вас. Потому что когда у меня появляется вдохновение что-то делать, я должна прям в этот день это сделать. Потому что даже всю ночь я думаю, надо это купить зеленое, то купить. Кое-что уже прикупил. Хочу я одеться в зеленое. Макияж сделать зеленый. Кому-то может это показаться как-то по-детски. И совершенно неинтересно. Мне реально интересно. Попробуйте, если вам понравится мукбанг зеленый. Я буду потом уже делать там розовый мукбанг голубой. В общем, посмотрим на ваши отзывы. Вот YouTube как раз-таки он прекрасен тем, что любимому блогеру ты можешь написать, что слушай, вот эти вот недостатки в тебе мне не нравится. А, например, ты смотришь телевизор, и тебя что-то не устраивает, кому ты это скажешь, где ты это скажешь. Именно поэтому, если честно, я не очень люблю телевизор. Не только из-за этого. Как-то, знаете, в YouTube все просто. Не так много монтажа, не так много эффектов. Импровизация. Вот я сейчас села снимать видео, я даже не знаю, о чем я буду рассказывать. Не знаю, вот честно. В процессе уже того, как мы здесь кушаем, я отвечаю на вопрос, если вспоминаю какую-то историю, рассказываю. Это как будто, знаете, сидишь с подружкой. Какая флейка, господи. Очень нравится. Давайте поотвечаю на вопросы, которые вы мне только что задали в моем инстаграме. Я всегда ставлю опросник. Обычно, как я делаю, я скриню этот опросник, и потом уже в течение недели, постоянно, когда я снимаю видео, поочередно отвечаю на интересные вопросы. Но часто бывают такие вопросы, которые повторяются. Например, твой любимый цвет, твой городскоп. Какие-то вот такие вот вопросы часто повторяются. Как бы постоянно отвечать на одно и то же, мне кажется, это неинтересно. Давайте лучше какие-нибудь такие вопросы, на которые можно порассуждать. Алена задает вопрос. На каком языке ты разговариваешь с коллегами, парнем и так далее? Вообще, я очень много языков употребляю в своей жизни, потому что в разном обществе я умножена говорить на разных языках. Например, дома у меня мама закончила русский сектор, она училась на русском языке, поэтому я с мамой говорю либо на русском, либо на своем родном лизгинском языке. Английский, азербайджанский здесь вообще не употребляется. Вообще. Если говорить про работу, там уже мой родной язык лизгинский не употребляется. на работе у нас очень много у нас очень много русскоязычных людей. На работе я говорю либо на русском, либо на азербайджанском. Есть такие клиенты, с которыми я вынуждена говорить только на азербайджанском языке. Мне, если честно, сложновато, потому что в универе мы изучали, например, русские термины, и тебе нужно этот же термин сказать на азербайджанском языке, причем сформулировать свою мысль очень правильно, грамотно, чтобы он не подумал, кто это такая вообще, откуда она взялась. Иногда даже перед встречами. Я некоторые слова гуглю или спрашиваю, как на азербайджанском. Что касается парня, в 80% случаев мы говорим с ним на азербайджанском языке. Ну, потому что нам так удобнее. Когда он говорит на русском, это просто такой ржач. У него такой смешной акцент, честно, на английском. Такое ощущение, что какой-то американец пытается говорить на русском. В принципе, он все понимает, он смотрит мои видео, но как-то сам вот разговаривать он не особо практикует. А когда говорит, это получается достаточно смешно. Он меня напоминает этого. Дэррел. У Алена Веном же есть парень, вот он. С папой я говорю только на русском языке. Кто еще у нас остался там среди родственников. Например, с бабушкой это только резгинский язык. Немножечко сложно. Вот когда я сажусь снимать видео, мне, например, хочется сказать какую-то шутку, как-то шуткануть. Например, на азербайджанском языке вы не поймете, да? Или на родном языке. Хочется как-то, знаете, в тему сейчас вот это сказать. Например, будет смешно. А ты думаешь, нет, надо говорить на одном языке. И немножко в этом плане сложно. У нас даже в университете один и тот же предмет преподавали на трех языках. То есть как? Например, мы заходим, мировая экономика у нас, например, урок. Тема, например, да деньги, я не знаю, любая тема. И учитель может спокойно говорить целый урок на английском языке. И мы не могли ничего предъявить, потому что нам говорили, что вы должны спокойно владеть тремя языками. Не понимаете? Это ваша проблема. Учитесь, ребята. И в то время мы устраивали кипиш, что мы ничего не понимаем, как мы будем сдавать экзамены. А сейчас я понимаю, что университет очень молодцы, что так делали. Благодаря этим урокам, которые были достаточно-таки редко, я хотя бы хоть какие-то термины знаю про экономику на английском и на азербайджанском. Просто знать какой-то язык это недостаточно для работы. Ты должен какие-то финансовые термины знать на азербайджанском. В общем, как-то так. Отвечаем на следующий вопрос. 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 Как долго ты ведешь свой инстаграм и какая соцсеть больше всего тебе нравится? Вопрос задает Кюльнара. Кюльнарочка, тебе привет. Что касается любимой соцсети, это, конечно же, конечно же, YouTube. Я просто обожаю YouTube и я не могу вообще понять, как YouTube может сравниться с любой другой соцсетью. Потому что YouTube это как второй телевизор. Все остальное, TikTok, Instagram, ВКонтакте, это все как бы приложения. А вот YouTube для меня это телек. Больше всего люблю, конечно же, YouTube. У меня долгое время был YouTube канал. и не было Instagram. То есть, например, канал YouTube у меня уже два года, а вот Instagram, наверное, где-то полтора, где-то полгода у меня был YouTube и не было Instagram. Это было очень тупо, потому что зрители спрашивали, а где нам тебя найти в Instagram? У меня была личная страница, которая и сейчас есть. я даже задумаюсь о том, чтобы создать еще одну страничку в Instagram. что-то вроде Live. Там будет очень много фотографий, там будет очень много видео из моей жизни. Мне кажется, неплохая идея, потому что в этот мой основной Instagram это в основном какие-то танцы. Может быть, это будут какие-то смешные видеоролики. Но в повседневных фоток там минимальное количество. а насчет TikTok. У меня есть TikTok. Много кто об этом не знает, и я не афиширую эту новость. Потому что как-то боюсь, что меня все захейтят. В TikTok я прописана просто Айка Эмили. Если хотите, подпишитесь. И TikTok у меня есть, наверное, уже где-то месяц, но я как бы об этом не говорю. Даже нет, наверное, больше месяца. Полтора. Кто-то считает, что это полнейшая ерунда, что вот я выросла уже, там только подростки сидят. Я зашла, мне интересно, честно. Не прям так залипательно. Вот целый день я хочу сидеть в TikTok и все. Нет. Мне нравится, что в YouTube можно зайти и через компьютер. Я вам говорила, да я даже когда купаюсь, я включаю какое-то видео, у меня просто на фоне кто-то болтает. какая вкусная картошка. вообще хрустящая, вкусная. Следующий интересный вопрос. Ты теперь реже стала кушать с семьей? В принципе, можно сказать и так, но, если честно, вот так вот в общем брать. У меня папа живет не в Азербайджане на данный момент, но это все временно. Некоторые пишут, вот они развелись и так далее. На самом деле, такого нету. Все круто, все отлично. Просто папа выйдет на пенсию и потом уже переедет сюда, к нам. И по-большому получается, что я живу с мамой. Вот. И часто бывает такое, что мы с ней вместе ужинаем и так далее. Но мой прием пищи, это же не только видео, правильно? Вот я сняла с вами видео, я могу сейчас пойти с мамой, там какой-то... Мой прием пищи, это не только видео. Может быть такое, что я сняла видео, потом пошла с мамой, села и покушала какой-то супчик. Я просто не считаю, что я много ем, реально. Много. Особенно на видео. Люди говорят, ты много ешь. Я это... Я не считаю, что это так. Мы с мамой спокойно обедаем, завтракаем, ужинаем и еще в перерывах между этим я снимаю мукбанки. Вообще понятие того, знаете, иногда в фильмах видишь, что садится вся семья за стол и кушает. У нас такого очень давно уже нету. Также, как знаете, отбой все легли спать. Такого тоже нету. Я могу встать в семь и, например, не знаю, лечь в три. Мама мне не скажет, ложись спать, уже поздно и так далее. То есть, мама знает, что если я не сплю, значит, имеете какие-то дела. Мама все меня жалеет. Она говорит, что тебе надо было родиться мужиком. Ты любишь работать. Я вам, по-моему, говорила, что когда я должна была родиться, все дома думали, что будет мальчик и даже придумали мне имя. Меня должны были звать Щерхан, но получилось, как получилось. Я рада, что я девочка. Очень рада. Как вы могли заметить, в последнее время очень часто пью воду просто с лимоном. Очень нравится. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. И всем пока.